В Одессе 4 часа дня в прямом эфире 7 новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. На дороге из Одессы в Черноморск насмерть сбили человека. Мужчина припарковал свой БМВ на обочине, затем попытался перейти дорогу, однако попал под колеса. От удара он скончался прямо на месте. Водитель, сбивший мужчину, даже не стал останавливаться и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. ДТП произошло на изгибе дороги на плохо освещенном участке. Водитель, скорее всего, не заметил пешехода в темноте. Вообще не видно было, да, и не поняли, что там вообще человека сбили. Потом уже, когда начали машины под фармами, не видно, все черное. Первый понедельник зимы в Одессе начался с перекрытия митингующими проспекта Шевченко. На такой шаг обманутым инвесторам долгостроя пришлось пойти из-за очередного переноса суда. Новый виток многолетней борьбы спровоцировало решение местного судьи. Последнее заседание суда. Судья Зеленов не признал новый комитет кредиторов, который мы избрали, потому что предыдущий комитет кредиторов продался вот этому застройщику. Значит, они абсолютно не поддерживали наши права. Они не требовали поиска инвестора, который смог бы вложить деньги для достройки дома. Люди вложили деньги в эту стройку. Они готовы сегодня на себя взять ответственность по достройке этого дома. Но, к сожалению, тот управляющий санаций, который есть на сегодняшний день, господин Гурин, с ними на контакт не идет. Прячется, уклоняется и так далее. Следующее заседание он назначил на середину января. При этом сроки санкций уже истекли. Люди боятся, что вот-вот застройщика объявят банкротом, и тогда ни денег, ни квартиры им не видать. Перекрытие проспекта Шевченко, естественно, не понравилось водителям. Кто-то смекнул и сразу стал разворачиваться, ну а кто-то перешел в грубую полемику с полицией. Вы, пожалуйста, как представитель власти, уберите вот это говно с дороги. Я вас очень прошу. Хорошо? Мы будем ругаться, ругаться. Я вас очень прошу. Убрать я не могу. Вы же участник дорожного движения. Водительское удостоверение имеете, правильно? Безусловно. Значит, правила дорожного движения знаете. Где пешеходы могут находиться на проезжей части? На пешеходном переходе, правильно? Знак видите? Разметку видите? Что вам еще пояснить? Конечно. Здесь все хорошо. Осознав, что дальнейшее перекрытие будет мешать только простым горожанам, движение разблокировали. Остались без денег и жилья. На выходных инвесторы ЖК «Набережный квартал» вышли с митингом к стенам мэрии. Говорят, их обманули строительные аферисты. Подробности знает наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Мечтали об уютном жилье для большой семьи. В итоге ни квартиры, ни денег. Квартиру хотел купить мой муж мне в подарок на рождение сына. Ровно год назад. Когда раз за разом откладывалось строительство второй секции, в которой мы, кстати, и взяли квартиру, мы поняли, что уже там серьезные проблемы. Застройщик сбежал со всеми деньгами, а строительство замерло. Хотя продажа квартир в жилых комплексах продолжается. Но строить обещанные дома никто не намерен. Сейчас мы оказались практически у разбитого корыта. Ничего не имеем. Вот. И мы в долгах. Набережный квартал в лице Сусляка просто вывел деньги. И мы все, как и все сзади меня люди, оказались просто выкинутыми и никому не нужны. Станислав тоже купил воздух. Говорит, все документы оказались недействительны. У нас нарушили и проект, и этажность. И ГАЗГ дал на это добро. И закрывал глаза на это полгода. Вот. Когда им нужно было, они отзывают разрешение и уходят. На этом стройка останавливается. И они начинают во всем винить либо хозяина земли, либо находят третье лицо, кто виноват. Инвесторы потеряли огромные суммы. Большинство брали кредиты на несуществующее жилье. И помогать никто не намерен. Действий Горсовет не предпринял. Не была составлена рабочая комиссия. Не был назначен человек, который будет заниматься этим. На сегодня нам согласовали митинг. Потому что на сегодня очень удобно. Сегодня нет никого из городских властей. И, собственно, как обычно, власти бездействуют. Мы стоим и тут кричим одни. Застройщик обманул не только инвесторов, но и фирму-подрядчика. Те тоже остались без денег. Хотя работу добросовестно выполнили. Сначала набережный квартал довольно-таки, скажем так, прытко платил за все услуги. Но потом началась появляться, где-то уже с июня месяца, начали появляться миллионные задолженности и так дальше. Есть задолженности по кровли, по фасаду. Они все на сегодняшний момент, соответственно, фигурируют в документах. Документы набережный подписал. При этом определил свою задолженность, согласился с этой задолженностью. Но, к сожалению, не выплатил. Только в Одессе без квартир осталось более тысячи инвесторов набережного квартала. Аферисты успели обмануть жителей Николаева, Киева, Винницы и других городов. Пострадавшие готовы идти в суд и решать ситуацию в судебном порядке. Но без поддержки никак. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Сегодня во всем мире отмечают День волонтеров. В честь праздника в Одесском областном совете награждали тех, кто по собственному желанию помогает бойцам в зоне АТО. Всего почетные грамоты облсовета получили 9 волонтерских организаций. Нагорода, когда хлопцы говорят, что сетка нужна за два дня, мы ее сделали, отправили. И вот уже сегодня с утра идут смс-ки, приветствия с Днем волонтеров. Это не больше нагорода. А это мы дякуем за то, что нас отзначили. Но это, знаете, просто отзнака государства. Во многом благодаря именно волонтерскому движению в этом году стали решаться вопросы переселенцев. Это очень серьезный вопрос, который мы должны решать совместно. Областной совет, областная государственная администрация. Первое украинское боевое знамя вручили 14-й радиотехнической бригаде. К 25-летию независимости нашего государства. И накануне Дня вооруженных сил Украины военные получили новое знамя. Последний раз его меняли почти 30 лет назад. Конечно, на этапе формирования этого объединения окремого батальона до окремой радиотехнической бригады были вручены соответствующие боевые прапоры и окремые батальоны в период боевых действий Другой войны. И сейчас вручение этого прапора. Когда мы говорим про боевый прапор, это, мабуть, символ честности, гідности, мощности, боевого духа побратимов, людей, коллективов, которые защищают и выполняют певные задания в своих локациях. К слову, предыдущие символы бригады хранятся в музее на территории военного городка. Одесситы приняли участие в патриотическом квесте ко Дню Вооруженных сил Украины. Всего командам нужно было выполнить более десятка заданий. Это и поиск зашифрованных локаций, соревнования на скорость, физическую выносливость и смекалку. Как все было, расскажет наш корреспондент. Несмотря на холод, участников много. Здесь есть простые одесситы, волонтеры, военнослужащие и даже те, кто побывал в зоне АТО. Для многих квесты в новинку. Мы стараемся избавиться от советской традиции, отмечать возложениями и там еще какими-нибудь косакральными методами. Поэтому мы играем, мы показываем то, что мы хотим вас всех подружить. Мы хотим, чтобы вы могли объединяться с совершенно разными людьми, но близкими по духу и лучше знали свой город. На каждой локации ждет волонтер с заданиями. Он засекает время и фиксирует все происходящее. Если в прошлый раз квест был автомобильный, мы практически по всему городу гоняли команды, то сейчас квест пешеходный, поэтому мы ограничили зону проведения квеста. В принципе, тут какая-то смекалка, какие-то элементарные умения и главное – хорошее настроение. Это все, что нужно для участия в квесте. Такие мероприятия, они на самом деле очень веселые, развлекательные и несут на себе такую хорошую миссию, как бы народ, что не стоит при таких тяжких временах для государства печалиться, сидеть дома и унывать. А унывать не придется. Заданий много, их нужно выполнить в разных локациях. У нас, например, на лонжероне требует подтянуться всей командой на детском маданчике несколько разов. Треба найти живого дельфина и с ним сфотографироваться. На Дерибасовской должны сделать музыкальный клип для Збройных сил Украины. Есть и такие, где потребуется помощь незнакомцев. К примеру, на лонжероне команде моряков пришлось спросить одесситов написать пожелания военным, которые на передке. Или как здесь. Мне нужно набрать воды. Вода, бутылка. Проявить механку. Чем набрать? Как набрать? У меня организатор. У меня берцы непровокающие, парни. По правилам до локации можно добраться только пешком. Чтобы обойти соперника, все нужно делать оперативно. А главное, с юмором. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал. В Одесской области зафиксирован новый рекорд Украины. В селе Фурмушика-Нова установили самый большой памятник пастуха-чебана в мире. Гранитная композиция почти 18 метров высотой и весит более тысячи тонн. Ее изготовлением занимался винницкий скульптор Иван Короленко. Работу такого масштаба выполнял впервые. Скульптуры я много делал. Скульптур с гранита. Знаете, как начал, через неделю закончил. Ну, через месяц. Но сколько времени ее делать? Там, не знаю, 9 месяцев ее долбить. Каждый день с утра до ночи. Жара. Камень нагревается до 70 градусов летом. А на улице под 40. А в респираторе 60 градусов. Не дышать, не пыли. И с утра до вечера это все долбить, это очень тяжело. Он весит 1081 тонну. 450 тонн гранита, лабрадорита. Для того, чтобы привлечь внимание и после трассы Одесса-Рени, если появится финансирование, чтобы провели дорогу в сторону не Фрумушики, в сторону Фрумушики. Не надо на Фрумушику. До ближайшего населенного пункта, а проходит дорога к границе в лесном. Это социальный проект. Теперь гранитную композицию готовится зарегистрировать в книге рекордов Гиннеса. С оргкомитетом связались еще в 2013 году. Осталось уточнить все необходимые параметры для гарантированного рекорда памятника в номинации «Специальность». Мы выбрали специально гранит, лабрадорит. Это из Житомирской области, карьер каменного брода. Лабрадорит, который имеет в себе полудрагоценные камни. Оно на свету, даже луна, оно светит. Светится этот памятник. По словам руководства комплекса, такое признание должно будет привлечь внимание туристов к отдаленному району Одесской области. Гордость нашего города. В банкетном доме «Ренессанс» наградили талантливых одесситов, героев телепрограммы «Достояние Одессы». На шестой церемонии статуэтки получили почти 20 человек. Подробнее о лауреатах расскажет Мария Мэль-Хасан Али. Так, начинается шестая церемония награждения «Достояние Одессы». Георгий Кожухарь – один из лауреатов. Молодой человек с детства играет на пианино. Это дело моей жизни, это моя работа, это моя профессия, это то, на что я сделал, то, чему я посвятил жизнь. Получает награду Елена Филиппова. Врач-терапевт с довольно-таки необычным хобби. Она коллекционирует кукол. К каждому экспонату относится как к живому. Ее зовут Фиппи. Вот вроде бы циркачка, да? Для нас это привычный образ веселой, беззаботной красавицы, которая лихо скачет на коне, да? Или представляет акробатические номера. Но между тем она грустна. В коллекции у Елены Филипповой уже три сотни авторских игрушек. Девушка рассказывает, куклы для нее – это самая интересная отрасль в искусстве. Куклы похожи на людей во многом. Во-первых, образы художественной куклы, которые мы видим, они часто напоминают нам близких людей, наших друзей, а иногда даже образы с картин великих художников. Вместе с предыдущими героями статуэтку вручают и декану факультета журналистики Одесского университета имени Мечникова. Я расцениваю эту награду, номинацию, как признание важности образования в области медиакоммуникации. Мы живем в информационном обществе и очень важно, чтобы те, кто занимаются коммуникацией, были грамотными, подготовленными, квалифицированными работниками. В этом сезоне достояния Одессы таких героев было 23. Автор проекта Ирина Каминская говорит – это люди, на которых держится наш город. Недаром символом программы являются атланты, замечательные атланты с улицы Гоголя 2, которые держат шар, землю. И вот мои герои получат как раз такую статуэтку именную – хрустальный шар, землю держат атланты. Это мои герои. Телепроект «Достояние Одессы» существует уже четвертый год. За это время в программе Ирины Каминской приняли участие почти 140 одесситов. Это политики, бизнесмены, преподаватели, музыканты и другие люди, историю жизни которых хочется рассказать. Марья Мальхасанали, Алексей Барановский, Седьмой канал. Резиденцию Святого Николая готовят к открытию. Оно состоится 18 декабря в селе Осички Савранского района. В этот день организаторы обещают большую концертную программу для детей и взрослых. А уже 19 декабря, в день Святого Николая, можно будет попасть на прием к чудотворцу и получить свои подарки. Резиденция будет открыта ежедневно до 19 января. На протяжении этого времени дети могут отправлять Святому Николаю письма с пожеланиями, рисунками и стихами. На этом у нас пока все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Следующий выпуск смотрите в 18.00. Хорошего дня и оставайтесь седьмым. Субтитры создавал DimaTorzok